МОГИЛЕВСКАЯ КОМАНДЫ Торпедо дошли до финала в Жлобине, где встретились с неуступчивыми футболистами из витебских постав. Мне кажется, это отличная идея, просто сделать в области такую площадку. Загадочное слово – work out. В рубрике «Спортплощадка» расшифруем. Выходить народ нужен, тем более, что наш вид спорта еще достаточно молодой в Беларуси, нужно заявлять о себе. Футболистки Могилевской надежды в паузе чемпионата не скучают, а тренируются и ходят в народ. Чтобы знали. Это программа «Спорт.М», «Спорт Могилевской области». Приветствуем вас и прямо сейчас начнем наш выпуск с юных спортсменов-футболистов Могилевского торпедо. Они лучшие в Могилевской области. 12-летние мальчишки, пускай и не победили в финале самого массового турнира «Кожаный мяч», но попробуйте пройти путь сначала в районных соревнованиях областных, а позже в финальном раунде обыграть всех и выйти в финал. С таким показателем Глеб Демидович стал лучшим бомбардиром на «Кожаном мяче». Один лишь раз по ходу турнира его прицел сбился. В финале что-то не удавалось забивать, нервничали. Почему? Потому что финал прошли в первый раз в республике. Сложно было от защиты, как бы играли, когда первый гол пропустили. А потом уже все само учалось. Мы были в атаке, присниговали их. Все, потом закончили матч. Вот такой краткий экскурс в историю, который еще не забыто. Мальчишки привезли кубок и медали в Могилев лишь несколько дней назад, но уже нацелены на год следующий. Так как играли в средневозрастной группе, есть еще шансы попробовать себя в этом турнире вновь в группе старшей. За год надо подрасти и набраться опыта. Команда собрана из мальчишек разных школ Октябрьского района Могилева. Но когда выходят на поле, это уже единый коллектив, где все друг за друга. Сложно было, конечно. Интересно. Чего сложно это было? Стоять на воротах, отбивать мучи. Немного пропустил? Нормально. Ну расскажи, как последний-то пропускал. А я вышел, и меня закинули. За уши. Обидно было, да? А попробуйте и вы, когда ворота 7 метров в ширину и 2 с лишним в высоту. Ярослав старается. Не зря про него говорят. Наш вратарь заменяет пол команды. По поводу, сколько же он пропустил, когда говорил нормально. 4 в групповом раунде и 1 тот самый в финале против витебских постав. Наши могли сравнять, но, как сказал Глеб Демидович, тут как раз и прозвучал финальный свисток. А рассказывай, как игралось, как заживалось? Нормально. Играли. Соперники были все сильные. Проиграли только одной команде. Ну, тренера были хорошие. Научили всему. Удару, пасам. Даниил Гапеев, младший брат Дениса, который играет за Могилев в хоккее. В четверг и субботу, как говорится, можете сами посмотреть на играх команды в чемпионате. Ну, вот теперь и младший тоже спортсмен. Правда, и амплуа, и вид спорта другой, но тоже командный. Лучший нападающий кожаного мяча тренирует удары. Вместе с Демидовичем и командой обещают добавить к серебряной чаше и золотую. Будем ждать. Ну, а пока на тренировки отправляемся и мы. Присоединяйтесь к рубрике «Тренировочный день». Знакомьтесь, новый вид спорта для новой молодежи – ворк-аут. Кто постарше, может это сравнить с турниками, что стояли в каждом советском дворе. Но те, кто рожден в новом веке, говорит, отличие есть. Ворк-аут – одна из разновидностей массовых культурных занятий. И включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках. Люди, которые увлекаются такими тренировками, называют себя по-разному – воркаутеры или уличные дворовые спортсмены. Вот такую площадку соорудили в одном из дворов Бобруйска. Ну, а то, что умеют бобруйские профессионалы, они показали на открытии воркаут-площадки. Воркаут-площадка в Бобруйске появилась несколько дней назад. Сейчас она сверхпопулярна. К примеру, это видео было снято утром буднего дня. До ближайшей школы несколько сот метров с их стадионом, перекладинами и беговыми дорожками. Но идут сюда. Ну, подтягиваться ты уже умеешь, да? Да, конечно. Как площадка? Хорошая, красивая. Главное, чтобы сюда ходили дети. Они по дворам шатались. Теперь не шатаются, а висят на перекладинах. И как только что сказал наш герой, и как мы видели, на самом деле умеют подтягиваться. Забегая вперед, добавим, в Бобруйске мы нашли еще одно интересное место, связанное с уличным спортом. Но об этом уже в понедельник. Смотрите «Спорт М». Чемпионат мира по вольной борьбе для двух представительниц Бобруйска завершен. Речь идет о бывшей чемпионке мира Ванессе Каладинской и ее подруге по команде Залиной Седоковой. Первая не так давно стала мамой. И несмотря на то, что ехала в Ташкент в качестве лидера сборной в своей весовой категории, специалисты просто надеялись. А там как получится. Не получилось. Ванесса вынуждена была прекратить борьбу за награды после поражения в первой схватке от украинки Натальи Пулковской. В итоге Ванесса Каладинска заняла в своем весе 48 килограмм, 25 место среди 32 участниц. А вот Залина Седокова начала выступление на чемпионате мира с уверенной победой над болгаркой Эвелиной Николовой. Представительница Беларуси весит до 55 килограмм, победила со счетом 12-0. Однако далее она не смогла на равных сражаться против спортсменки из Туниса. Итоговое место Залины Седоковой на чемпионате – девятое. Футболистки «Могилевская надежда» и паузу в чемпионате, связанные с играми национальной сборной, заполняют не только тренировками, но и просветительскими беседами. Они считают, что футбол женский – это не просто игра, а уже игра красивая. А значит, знать о ней надо каждому. Кто-то не читает газет, не смотрит телевизор, а значит, и не знает о женском футболе в Могилеве. Бороться с неграмотностью футболистки решили самым действенным способом и пошли в народ. Вот, к примеру, три сотни очаровательных девушек из 7-го лицея внимательно слушают, что им показывают и рассказывают игроки и главный тренер надежды. 20 минут таков общения и записная книжка пресс-атарше клуба пополняются новыми контактами. Девчонки желают не только химичить на занятиях, но и на футбольном поле. Каждый раз подходят, спрашивают, фиксируем их номера. Ну, я думаю, что в любом случае это благотворный опыт. Выходить на рот нужно, тем более, что наш вид спорта еще достаточно молодой в Белоруссии. Нужно заявлять о себе. Будем ждать. И не только результат от команды, в отличие от мужской, у девчонок он есть, трибуны будут ломиться от зрительского интереса. С этим лозунгом мы выступаем и перед вами, зрителями программы «Спорт М». Все на футбол. Ну а скоро ли он будет, узнаем из рубрики «Эмоэкенд». Итак, если вы предпочитаете лежание на диване, активный отдых, на выходных приходите поболеть. Что вы знаете о потребительской кооперации? Правильно, это торговля. А как торговля умеет? Нет, не продавать, а играть. Посмотреть на это приходите в Могилевский спорткомплекс «Олимпийц». Пятница и суббота с 9 часов утра тут будут бегать, прыгать и скакать работники потребительской кооперации со всей республики на Спартакеаде. То же самое в то же время, но уже в спорткомплексе «Локомотив» ждет и работников профсоюзов. Продолжить субботу можно будет активной поддержкой Могилевской мини-футбольной команды «Форте». Игра тура второго чемпионата страны пройдет в спорткомплексе «Облдорстрой» на улице Вавилова. Начало поединка в 13.45 в соперниках команда из Борисова. Ну и вечером субботы хоккей «Экстралига». Могилев принимает «Новополоцкий химик». Игра пройдет в Ледовом дворце Могилева. Ее начало в 17.00. А на сегодня это все. Это была программа «Спорт.М». «Спорт.Могилевская область». Занимайтесь спортом и смотрите «Беларусь-2». Счастливо. Классная у меня, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова